В 4 часа утра 22 июня 1941 года, на час раньше, чем в Москве, советский посол в Третьем Рейхе Владимир Деконозов получил от министра иностранных дел Германии Риббентропа ноту, извещающую о начале войны. В ярости, Деконозов назвал это неоправданной агрессией, за которую немцы заплатят. Риббентроп, пытаясь оправдаться, утверждал, что он противостоял планам Гитлера и добавил «передайте в Москву, что я был против». Благодаря упорным усилиям Молотова, Деконозова и всего МИДа, сотрудникам советского посольства удалось избежать немецких концлагерей, несмотря на тяжелые поражения на фронте в первой неделе войны. Однако, вернувшись в Советский Союз, Деконозов был подвергнут опале и вскоре казнен. Карьера в органах власти. Владимир Деконозов родился в 1898 году в Баку в грузинской семье. Его отец, Георгий, основатель грузинской социал-федералистской партии, изменил фамилию с Декозашвили на Деконозов. Владимир получил образование на медицинских факультетах в Тифлисе и Саратове, а в 1918 году добровольно вступил в ряды Красной Армии. К 1921 году он работал в ЧК, Азербайджанской и Грузинской СССР. В Грузии Деконозов быстро поднялся по карьерной лестнице, став народным комиссаром пищевой промышленности КССР, а затем председателем Газплана КССР. В 1938 году, следуя за Лаврентием Берией, который стал наркомом внутренних дел, Деконозов переехал в Москву, где возглавил 5-е управление ГУКП, сосредоточившись на контрразведывательных операциях в ближнем зарубежье. В том же году ему было присвоено звание комиссара государственной безопасности третьего ранга. 3 мая 1939 года он был назначен заместителем наркома иностранных дел при Молотове. Летом 1940 года Деконозов провел в Литве секретные операции по присоединению страны к Советскому Союзу. 24 ноября 1940 года Владимир Деконозов был назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР в Германии. К концу 1940 года германское командование приступило к подготовке операции «Барбаросса», немецкие пограничники неоднократно нарушали советскую границу, а авиация Германии фотографировала военные объекты на территории СССР. Деконозов попытался восстановить контакты с окружением Гитлера, но ему отказали в аудиенции с фюрером. В ответ на это он направил Риббентропу записку о нарушениях воздушного пространства с 19 апреля по 19 июня. Спасение советских граждан и послевоенная судьба В 4 часа утра 22 июня Риббентроп вызвал Деконозова к себе и зачитал ему ноту о начале войны, в которой не было прямого указания на нападение Германии на Советский Союз. Деконозов был возмущен и пытался доказать необоснованность претензий, но Риббентроп лишь лицемерно заверил его в своей невиновности. В первые два дня войны было задержано около тысячи советских граждан, включая сотрудников посольств и торговых представительств. Многие из них были отправлены в концлагере, однако Деконозову удалось добиться их освобождения. Переговоры об обмене тысячи советских граждан на 120 немцев несколько раз срывались. Германия настаивала на обмене в соотношении один к одному, что оставило бы многих советских граждан в немецком плену. В конце концов, благодаря посредничеству нейтральных стран Турции, Швеции и Болгарии соглашение было достигнуто. И 19 июля 1941 года на советско-турецкой границе состоялся обмен. Во время войны Деконозов возглавлял приемную комиссию МГИМО и не принимал активного участия в военных и политических событиях. После войны он был назначен заместителем министра иностранных дел, а в 1947 году – заместителем начальника главного управления советского имущества за границей. После смерти Сталина Берия назначил Деконозова министром внутренних дел Грузии. 30 июня 1953 года, после отстранения Берии от власти, Деконозов был снят с должности и арестован как член банды Берии, обвиненный в сотрудничестве с врагом народа, подготовке переворота и хищении государственного имущества. Он был приговорен к смертной казни с конфискацией имущества 23 декабря особым судебным присутствием Верховного суда СССР под председательством маршала Конева. В 2000 году Верховный суд Российской Федерации пересмотрел приговор Деконозову, сняв с него обвинение в государственной измене, но отказав в реабилитации. Понравилось видео? Не стесняйтесь ставить лайк и делиться своим мнением в комментариях. Не забывайте, что эти простые действия влияют на развитие канала. Спасибо за внимание и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok